Трансфер Ананав Юнайтед могут оформить в ближайшее время. Манчестер Юнайтед предложил включить Фреда и Ван Де Бека в сделку по Хейланду. Манчестер Сити получил 4,6 миллиона долларов за участие игроков на чемпионате мира. Более 15 европейских клубов обращались этим летом к Манчестер Сити за Филлипсом. Фернандес прошел медосмотр для Зенита. Стороны согласовывают последние детали контракта. Рай сегодня перейдет в Арсенал из Вестхэма. Сумма трансфера 120 миллионов фунтов. Бавария согласовала контракт с Уокером. Осталось договориться с Манн-Сити. Монако не стало отстранять Бен Едера на фоне обвинений в сексуальном насилии. Фанаты Спартака продолжают бойкотировать матчи из-за Фан-Айди. Стадион Наш Дом, домой по паспорту не ходят. Фейнорди подтвердили интерес к Захаряну. Мы следили за ним, но не начинали переговоров. Зенит отказал Фламенго в продаже Клаудиньо за 15 миллионов евро. Руководство бразильского клуба может приехать в Россию, чтобы продолжить переговоры. Лейпциг покупает лучшего бомбардира Ланса от Пенда за 46 миллионов евро без учета бонусов. Это рекордная сумма для обоих клубов. Ювентус выставил на продажу Маккенни, Артура и Закарию. Они исключены из состава. Ювентус запустил процедуру выхода из Суперлиги. Его должны санкционировать Реал и Барселона. Месси прошел медосмотр в Интер Майами и посетил тренировку команды. Он может дебютировать 21 июля. Галатасарай арендовал Анхелинио у Лейпцига с правом выкупа за 6 миллионов евро. Тоттенхэм может предложить Кейну должность в клубе, чтобы убедить его остаться. Форвард интересен Баварии и ПСЖ. Милан купил Пулешича у Челси более чем за 20 миллионов евро. Контракт с вингером рассчитан по схеме 4 плюс 1. Марсель покупает защитника Атлетико Лоди за 13 миллионов евро. Новая команда Кузяева третья с конца по шансам на победу в чемпионате Франции. Позади Гавра только Брест и Мец. Интер подписал 29-летнего вратаря Дидженнаро из серии Си. Он воспитанник клуба. Вестхэм выплатил Спартаку долг по аренде Крала. Фифа обязала лондонцев погасить задолженность еще в апреле. Главный тренер Ромы Жозе Мауриня хотел бы усилить свою команду нападающим мадридского атлетика Альваро Маратай, с которым работал в Реале. Полузащитник Милана Шарль де Кателере может продолжить карьеру в Нидерландах. На бельгийца претендует ПСВ. Андре О'На-На перейдет в Манчестер Юнайтед в ближайшее время. Как сообщает журналист Джан-Лука Ди Марцио, сделка по переходу вратаря Интера в английский клуб будет закрыта не позднее следующего понедельника. Возможно, это произойдет уже сегодня. В последние часы стороны успешно провели переговоры о трансфере. Ожидается, что англичане заплатят 50 миллионов евро и бонусы. Фабрицио Романо также пишет, что стороны ожидают закрытия сделки уже даже в ближайшие часы. Ана-На проводит прощальный ужин в ресторане вице-президента Интера. Галкипер провел 24 матча за итальянскую команду в минувшем сезоне серии А. Муса Диаби может перейти в Астанвилу. Как сообщает Фабрицио Романо, английский клуб предложил Байеру 35 миллионов евро и бонусы за трансфер 24-летнего вингера, но немцы ответили отказом. Переговоры между клубами продолжаются, а сам игрок хочет присоединиться к Вилли и уже дал согласие на переход в команду из Бирмингема. В Байере об этом знают. В прошедшем сезоне в Бундеслиге Диаби провел 33 матча, в которых забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. Манчестер Юнайтед рассматривает возможность обмена своих игроков на Расмуса Хейлунда. По информации The Athletic, Аталанта требует за игрока около 100 миллионов евро. Однако МЮ считает это сумму завышенной. Клуб рассматривает возможность включения в сделку игроков, в частности Фреда и Дони Ван Дебека. Однако Аталанта не проявила интереса к предложенным игрокам и продолжает настаивать на выплате суммы в полном объеме. Ранее сообщалось, что Юнайтед намерен включить сделку по Хейлунду Мейсона Гринвуда и Амада Диало. В прошедшем сезоне Хейлун забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи в 34 матчах за Аталанту. Полузащитник Манчестер Юнайтед Энтони Эланга интересен Эвертону. Как сообщает Manchester Evening News, Эланга был близок к аренде в Эвертон зимой. Но Юнайтед заблокировал трансфер за час до окончания трансферного окна. Главный тренер Эвертона Шон Дач по-прежнему заинтересован в трансфере шведа. Сообщается, что Юнайтед заинтересован в полноценном трансфере Эланги и оценив 21-летнего хавбэка в 10 миллионов фунтов. Ранее запрашиваемую сумму пришлось снизить вдвое, так как Эланга практически не попадал в стартовый состав в прошедшем сезоне. FIFA обнародовала отчет о выплатах клубам за участие игроков на чемпионате мира. Больше всех в мире по итогам чемпионата мира заработал Манчестер Сити. За участие игроков на чемпионате мира в Катаре клуб получил почти 4,6 миллиона долларов. Это больше, чем все клубы Африки. Второе место по выплатам заняло Барселона 4,5 миллиона долларов. Третье Бавария 4,3. Четвертое Реал 3,8. Пятое ПСЖ также 3,8. Общий размер выплат составил 209 миллионов долларов. Выплаты происходят из расчета 10 тысяч 950 долларов в день за игрока. При этом FIFA выплачивает деньги не только клубам, в которых игрок числился непосредственно во время проведения чемпионата мира, но и командам, за которые он выступал два предыдущих сезона. Аль Итихат намерен сделать Ливерпулю крупное предложение по Фабиньо. Как пишет The Athletic, Саудовский клуб собирается выйти на Ливерпуль с конкретным предложением о трансфере Фабиньо за 47 миллионов евро. Ожидается, что решение будет быстрым, либо на продажу бразильца согласятся, либо нет. Ливерпуль работает над устилением полузащиты на случай ухода Фабиньо. Среди целей полузащитник Саунгемптона Ромео Лавио. Контракт Фабиньо с Ливерпулем рассчитан до 2026. В случае перехода в Аль Итихат он присоединится к Кариму Бензема и Нголу Канте, которые пополнили состав команды этим летом. Полузащитник Манчестер Сити Келвин Филипп сейчас очень востребован на трансферном рынке. По информации от журналиста Гарри Винстера, горожане получили более 15 запросов по англичанину в ходе летнего окна. Наиболее конкретный интерес ранее исходил от Мюнхенской Баварии, которая как раз ищет нового опорного полузащитника. Тем не менее, официальных предложений команда Томаса Тухеля по трансферу Филиппса еще не делала, но скоро это может измениться. Сам Келвин хочет остаться в Сити и сражаться за место в основе. Игрок перешел в команду лишь прошлым летом и злится за сумму в размере более 50 миллионов евро. Барселона вряд ли этим летом усилится правым защитником Манчестер Сити Жоао Канцелу. По информации от издания Sport, на Кампноу практически исключили кандидатуру португальского фуллбека. Проблема заключается в том, что у Канцелу слишком большие запросы по зарплате, которые Барселона в нынешнем положении не способна удовлетворить. В клубе считают, что Сити будет возможно договориться об аренде с правом выкупа, но из-за запрашиваемой зарплаты каталонцы не видят смысла обращаться к горожанам. Напомним, Канцелу провел вторую половину прошлого сезона в аренде за Баварию, которая не стала его выкупать за 70 миллионов евро. Окружение полузащитника Брайтона Мойзеса Кайседа начало сомневаться в том, что трансфер в лондонский Челси этим летом состоится. Ранее Эквадори согласовал с командой Маурисио Почетина условия контракта, но синим нужно договориться с Брайтоном о сумме компенсации. По информации от журналиста Бена Джейкобса, окружение Кайседа обеспокоено тем, насколько медленно продвигаются переговоры между Челси и Брайтоном по трансферу Мойзеса. Напомним, синие пытаются сбить ценник, тогда как Брайтон требует минимум 100 миллионов евро. Ранее появлялись слухи, что в гонку за Кайседом может включиться Ливерпуль.